Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила посылку сайта iHerb номер один в ноябре. Сейчас на iHerb идут скидки к черной пятнице, так что смотрите под каждым моим новым видео. Я оставляю промокоды, которые текущие, которые на данный момент. Поэтому перед заказом заходите в группу вконтакте, я всегда публикую новости. Сейчас я расскажу, что у меня было в этой посылке из БАДов. Здесь у меня есть новинки, ну для меня новинки, которые я еще не пробовала на сайте. Есть витекс и индол, я его сейчас пробиваю курсом. Ну, индол я почти практически постоянно сейчас пью, уже больше полгода примерно. У нас продается в аптеке такой препарат, как мамадол. Он идет как от мастопатии, от фибромиом всевозможных. Выгоднее все равно взять на iHerb, потому что здесь упаковка будет стоить индола, как на полмесяца курс этого мамадола. В составе есть там индол-трикарбинол и витекс помадола. Витекс тоже не очень дорогая добавка. Я в этот раз взяла витекс от марки Соларей. До этого я брала другой марки, на чиросвей, по-моему, для разнообразия решила взять. Здесь в одной получается капсуле 400 миллиграмм витекса. Я его принимаю 3 капсулы в день, по крайней мере, предыдущий, который у меня был. Вот у меня на чиросвей я сейчас допиваю. Его рекомендуется пить одну капсулу 2-3 раза в день, 8-12 недель. Я его принимаю 3 капсулы единоразового. У меня не получается дроблено пить. Я сейчас пью индол с витекса. Это я себе для продления курса. У меня еще немножко осталось. И вот буду его продолжать пить. Это нормализуется гормональный фон. Индол-трикарбинол, производная из брокколи. Брокколи считается по многим исследованиям. У него противоопухолевая активность. Особенно профилактика рака молочной железы. И для мужчин она тоже полезна, потому что она выводит вредные эстрогены, которые накапливаются в организме, если у вас повышенные эстрогены. Сейчас очень редко, когда повышен прогестерон. Есть, наверное, такие варианты. Но в основном сейчас у многих эстрогенозависимые заболевания. Поэтому индол-трикарбинол принимают, конечно, женщины. Но, в принципе, если брать его в экстракте брокколи, то можно его пить на постоянной основе. Профилактика противоопухолевая. Конечно, если вы едите тоннами брокколи, можете ее съесть. Вам она приятна. Не всем она, конечно, нравится. Эти капсулы, то, конечно, вы можете не пить индол-трикарбинол. Но это надо очень большую дозировку тогда потреблять. У них очень ярко выраженный запах капустный. Многие пишут, что он испорченный. Вы должны это учитывать. Это лекарство, а не конфеты. Можете конфеты потом есть и наслаждаться жизнью. А это все-таки принимается для оздоровления. Надо понимать и не писать таких глупостей, как бывает в отзывах препараты на основе эндола. Дима, что даже несут врачу и с врачом фукают и выбрасывают, потому что думают, что он испортился. Можете посоветоваться своим врачом. Или, если врач от вас отказался, можете сами заниматься самолечением. Потому что часто, в основном, даже вижу отзывы, что люди уже прибегают сами, начинают изучать, заниматься здоровьем. Наконец-то понимают, что никому их здоровье не надо. Никто не знает их тело лучше, чем они. И приступают к самолечению. Слово, которое они любят, врачи. Но получают очень хорошие результаты. И благодаря таким отзывам мы получаем очень хорошие знания. Потому что лучше, чем... Ну и проводятся, конечно, исследования. Мы можем читать статьи, но это все такие факты подтвержденные. Ну и есть еще отзывы людей, которые действительно получают хорошие результаты. И это дорогого стоит. Ну это из постоянного у меня. А что я заказала еще новенького? Новенького я заказала вот такие пробиотики женские. Они идут именно для женщин разработанные. Пробиотики. Вот такие жемчужины по своей цене. Они, конечно, стоят того. Здесь месячный курс. Надо принимать одну вот такую жемчужинку. Написано, что можно с едой, можно без еды. Они восстанавливают микрофлору кишечника, но больше всего женских половых органов вагинальной они идут, как получается. Нормализуется как бы баланс иммунное здоровье. Здесь написано, если есть какие-то молочницы, выделения, то вот они как раз все нормализуют при соблюдении диеты. Потому что все, что вызывает кандидоз, это кисломолочная, крахмалистая еда, сахар, белая мука. К кисломолочному тоже плохо отношусь. Тоже оно кормит эту всю кандиду. Поэтому надо придерживаться такой еще диеты. Но по отзывам они очень хорошо справляются со своей задачей. Можете почитать отзывы. Еще на Айхербе есть марка Витаника. Они делают много хороших БАДов, много хороших у них препаратов для женщин есть. Вот они разработали этот гомеопатический состав. Это, получается, свечи для женщин вагинальные. Они идут как профилактические, написано. Они очень, кстати, дорогие, но отзывы хорошие. Ну, они тоже микрофлору, вот это все нормализуют. Нормализуют PH. Здесь 6 штук. Еще на сайте есть, на Айхербе есть с чайным деревом тоже свечи хорошие. Их тоже можно для профилактики, для очищения такого как бы антибактериального, чтобы тоже поддерживать свое здоровье и не запускать, скажем так, организм. Вместе с пробиотиками они еще лучше будут работать, конечно, пробиотики эти. Можно пропивать курсами, они ничем не помешают. Ну, вот эта Витаника марка хорошая. Состав здесь гомеопатический. Я брала со скидкой, какой-то большой скидкой. Ну, для такого профилактического, лечебного, можно сказать, действия. Я думаю, что они хорошо пойдут. Я заказываю все для себя, ничего никому не советую, просто делюсь и показываю, что на сайте такое есть. Если вы не видели, обратите внимание, поизучайте, посмотрите отзывы на Айхерб, на Амазоне тоже есть отзывы по всем этим препаратам. Можете дополнительно еще продублировать. Вот такой хороший препарат. Стараюсь где-то каждые полгода. Я вот пропиваю вот такие формулы. Этот раз я взяла от вот этой марки на Через Секрет. Я взяла такой сбор с клюквой. Он идет от циститов, от воспалительных процессов, от хронических циститов, заболевания почек всевозможных. Я уже на сайте брала более дешевые варианты и они очень хорошо действуют, очень помогают хорошо. Они в основном где-то идут на курс две недели. Вот этой банки тоже хватит, если пить две капсулы два раза в день, как рекомендуется, на 15 дней где-то хватит. Почему я заказала именно этой марки? Потому что я уже брала некоторые препараты этой марки. У них очень классные мультивитамины женские, жидкие такие в капсулах больших. Очень хорошие результаты от них. Я периодически их беру уже два или три раза пропивала. Поэтому я решила все-таки здесь подороже, но видимо по действий не состав. Даже здесь я читала отзыв, что если есть какие-то боли неприятные при обострениях цистита, например, за несколько часов снимает как бы боль. Поэтому если у вас какие-то есть болевые ощущения и сейчас похолодало и вот все обострения начинают на нас сваливаться, то если есть какая-то хроника в организме неочищенная, не выведенная, она может нападать на нас. Поэтому и в профилактических и лечебных целях вот этот сбор. Можете взять и другие какие-то циститопрепараты, там даже дешевые, самые дешевые, они очень хорошо работают, как ни странно. Очень надолго забываете про симптомы как жжение, частое мочеиспускание, вот это как пазы вот эти, то оно очень хорошо помогает. Еще хороший состав. Здесь написано, что 8 ботанических растительных концентратов. Еще поддерживается здесь клюква, не надо ее отдельно покупать, уже это выгодно. Пропивать с одну банку достаточно и потом можно в профилактических целях где-то через месяца три в принципе повторить, чтобы не допускать. Здесь 250 миллиграмм в двух капсулах. Ягоды клюквы 250 миллиграмм. На аннотации указано, что здесь содержится клюквенный порошок, который заменяет клюквенный сок, в котором обычно большое количество сахара содержится, а здесь просто можно вот его принимать вместо клюквенного сока. Он помогает для лечения мочеполовой системы и мочевой выделительной системы. Он получается как очищает, идет детокс такой можно сказать. И клюква по исследованиям, она очень хорошо с этим работает. По составу здесь из того, что я могу перевести здесь на первом месте клюква, можжевельник, потом здесь есть кукурузные рыльца, хвощ полевой, шиповник. Ну шиповник я пью и так. У меня есть, я насобирала шиповника и купила шиповника, много насушила. И перемалываю его и в термосе завариваю, пью периодически. Он тоже очень хорошо содержит большое количество витамина С. Поэтому вот этот комплекс, кстати, его написано, что можно даже принимать на постоянной основе и по случаю, когда есть какие-то обострения. То есть он обезболивает, помогает вот именно обезболить какие-то, если есть приступы. Поэтому, в принципе, такую баночку надо заказать, чтобы была бы, наверное, про запас. Как и лечебное действие имеет, и профилактическое. Здесь не пишется ограничение по курсу, можно пить постоянно. Но я думаю, что такой курс можно пропить по рекомендованным дозировкам 4 капсулы в день, а потом уже можно заказать по 2 капсулы для профилактики его пить, чтобы уже пролечиться окончательно. Потому что периодически происходят такие рецидивы, непролеченное что-то было, забивалось на свое здоровье, вот оно возвращается. Кстати, еще бывают ститы, связанные с бактерией, как-то она называется. Сейчас я не вспомню, давно я эту информацию видела и читала. Ну, кто болеет, они обследуются, наверное, знают. Если вот действительно есть эта бактерия, есть еще такой препарат, как демоноза, по-моему, это такой фермент, который тоже пропивается. Кстати, тоже демонозу можно периодически пропивать для профилактики. Но если она не помогает, значит, просто этой бактерии нету в мочеполовой системе. Ну, вот бывает именно циститы и всякие проблемы с мочеиспусканием, и вот эта мочеполовой сфера бывает вызывает вот эта бактерия. Ну, кто лечится там, ходит по врачам и задает анализы, они, наверное, знают. Я уверена, что этот препарат очень хороший, и тем более эта марка зарекомендовала себя для меня очень хорошо, поэтому я все, что вижу у этой марки. У них там очень много всего интересного, у них там есть противопаразитарка и другие препараты. И рекомендую еще вот этой марке посмотреть женские витамины, они в жидкой форме, поэтому они очень хорошо работают. Были проблемы с ногтями, я по ногтям увидела, что они классно работают и по волосам, поэтому могу только рекомендовать экстракт чеснока в жидком виде. То есть, это чеснок, я уже такой, кстати, чеснок заказывала, может другой марки, но, по-моему, этот. Чем он интересный? Тем, что он без запаха. Его можно принимать любое количество, он, ну, кстати, немножко запах есть такой, как рыбьего жира, но у него не будет послевкусия неприятного, кто не любит чеснок. Кто принимает чеснок в больших количествах, то лучше, конечно, удобнее так принимать. Сток одному экстракт, здесь концентрированная формула, 2000 миллиграмм, в одной капсуле 1 грамм чистого чеснока. Ну, чеснок нужен, он и как противопаразитарный идет, и как противопаразитарные свойства, и выводит холестерин, и понижает давление, ну, очень хорошо для сердца, видите, тут сердце нарисовано, для работы сердца он хорошо, кровообращение. Его, в принципе, нужно по-хорошему принимать постоянно, тем более он недорогой. Тот чеснок, который у нас, мы не можем постоянно, в принципе, использовать, потому что запах идет. Есть чистка Чингисхана, некоторые делают, так то вообще жесть. Это когда надо стакан начищенного чеснока почистить, мелко порубить и глотать его, запивая водой, соком, молоком, кто-ка. Я знаю людей, которые это проходили, делали, но очень тяжело это, очень запах потом идет сильный от тела, от всего. Такой, как перегар получается, запах перегара, как алкогольного, то есть горит все. Но чеснок, он не обжигает слизистый, он, наоборот, он выгоняет очень сильно паразиты, его не любят, поэтому на постоянной основе даже профилактика противопаразитная, и чеснок не любит кандида. Здесь рекомендуется принимать одну капсулу 4 раза в день, здесь 4 капсулы в день, здесь всего получается 100 вот таких капсул желатиновых кружочков, таких небольших. То есть, 4 в день можно выпивать единоразово, стоит он очень дешево, поэтому, в принципе, это самая дешевая добавка, и очень даже сильная. Там, конечно, у чеснока очень много всевозможных свойств, помимо того, что я перечислила, я все не упомню. Но самое главное, что он очень хорошо действует для сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, понижает, выводит вредный холестерин из организма, что тоже очень хорошо, у кого повышенный холестерин, они используют это. Еще здесь у меня кверцетин, я постоянно заказываю, принимаю где-то 2 капсулы в день, он помогает от круглогодичных аллергий, ринитов. Сам кверцетин считается противоопухолевым таким биофланоид, который, в принципе, можно на постоянной основе принимать, это как тот же витамин С, можно сказать. Он защелачивает организм, что очень полезно для нашего организма. Когда сезон аллергии, я чувствую, что какие-то симптомы аллергии или начинается действительно аллергия, я его пью где-то 2 капсулы 3 раза в день, одной капсулы я не чувствую действия. А зимой, когда просто какая-то бытовая пыль или походишь где-то по магазинам, бывает тоже пыль какая-то или химия, его тоже может вызывать. Я стараюсь его перед выходом тоже выпить 2 капсулы, и он, конечно, помимо всего этого, укрепляет организм, иммунитет повышает. Именно на этой баночке я беру постоянно МРМ, потому что у него в одной капсуле 500 мг, а не менее, как у других марок. Здесь еще и рекомендуется он для здоровья простаты и почек. Здесь содержится запатентованный Ку-995, самый чистый кверцетин в мире считается. В общем, хорошая марка МРМ, у них много и других спортивных добавок всевозможных полезных. Цена на кверцетин этот значительно поднялась, когда-то он был до 10 долларов, даже 8 изначально, по-моему, он был. Сейчас он уже, по-моему, 12 долларов стоит. Поэтому, когда идут какие-то глобальные скидки, там вот как сейчас, с 20 ноября по 26, по-моему, ноября будут промокод есть на 11%, а под видео, смотрите, я дам под этим новый промокод будет. Не выборочно на что-то, но вот на всю корзину. У меня есть открытая баночка, вот такие капсулы здесь. Кверцетин, он всегда желтого цвета. Его в основном делают из кожуры, в основном большое содержание в кожице, там апельсиновой, лимонной. Еще его большое содержание в луковой шелухе. Тоже можно, кстати, самостоятельно заваривать луковую шелуху и пить отвар. Он безвкусный, в принципе, такой, ну как настойку, можно сказать, делать. Просто с двух-трех луковиц собираете шелуху, завариваете и вы почувствуете, если у вас аллергия, вы реально почувствуете, что он работает. Это касторовое масло, наконец-то. Я уже много лет хотела его назад заказать, видела информацию. Касторовое масло, оно, по-моему, и для волос используется. Для принятия внутрь оно в основном его знают как для слабительного эффекта. Но в основном его принимают, когда вы проходите противопаразитарные чистки. И у него не только слабительный эффект, у него еще эффект из-за того, что это масло, обволакивающий эффект. Он не дает прикрепляться никаким паразитам к стенкам кишечника и очень хорошо лечит. Здесь я взяла в капсулах для того, чтобы не пить само масло. Это неприятный эффект. И, кстати, для чисток именно, если вы чистки проводите, оно пьется, запивается, это масло соком. Грифрута, кислым каким-то соком, я так понимаю, любым кислом соком натуральным. И тогда будет эффект чистки. Вот я хочу пропить это масло, посмотрю еще какими дозировками, потому что здесь рекомендуется принимать одну капсулу один-два раза в день. Но люди пишут, кому-то 4 капсулы хватает, кому-то 6, кому-то 8. Это надо подобрать лично для себя. Относительно веса, там есть просчеты. Ну, надо индивидуально посмотреть, сколько кому надо относительно своего организма. Касторовое масло очень полезная штука. Кстати, на сайте есть касторовое масло в бутылках, в больших объемах, которые есть методики лечения органов касторовым маслом. Наносится оно местно, то есть оно наносится на ткань. Есть такие методы, даже продается. Просто надо взять типа байки такой. Ткань плотная должна быть, пропитывается этим маслом. И делается аппликация, например, на печень или на какие-то области живота. Какие-то есть внутренние проблемы, то масло не вовнутрь принимается, а наносится на кожу. И таким образом тоже проходит из исцеления. Этот метод я тоже знаю. Ну, в данном случае я его хотела принимать вовнутрь. Я еще поизучаю эту тему. Впервые я его заказываю, поэтому мало информации даю. Я больше всегда даю информации собственного опыта, какие результаты или какие хотя бы ощущения и дозировки. Здесь еще, кстати, добавлен фенхель для чего-то. По-моему, чтобы не было то ли вздутие, это масло дает, по-моему. Вот фенхель добавлен. То ли запаха, чтобы не было, я не помню. Так что в сочетании с фенхелем оно считается лучше даже для приема. Если вы не знали, что есть это масло в капсулах, сейчас мы посмотрим, как оно выглядит, то можете перейти по ссылке, которую я под видео в описании всегда оставляю, воспользоваться. Оно, кстати, по-моему, не сильно дорогое. Конечно, его уйдет много. Пахнет фенхелем. Вот так выглядит масло. Капсулы такие, ну, не маленькие, но и небольшие. То есть, бывают и большие. Например, с омега-3, с рыбьим жиром, капсулы побольше. Я начну, наверное, с 4 капсул. Попробую здесь рекомендуется 1 капсулу 1-2 раза в день. Наверное, у него действие, слабительное действие у него наступает, я так поняла, у кого как, по 5-6 часов. Ну, в принципе, я думаю, если на ночь выпить, утром, ну, по отзывам я читала, что в основном мягкое действие, очень хорошее у него. И что хорошо, можно рассчитать дозировку. Здесь просто в одной капсуле здесь 0,5 грамма, то есть 500 миллиграмм. Если, например, 8 капсул, ну, 2 капсулы это грамм, да, 2 капсулы это грамм, 8 капсул это будет 4 грамма всего лишь, да. Можно где-то попробовать, наверное, с 4 капсул, смотреть, как организм, потому что если организм, например, очищен, то может очищающее действие сработать, скажем так, лучше, сильнее. Если организм забит, и вы никогда не чистили кишечник, то, возможно, вам надо будет увеличивать дозировку, но все равно, я думаю, что не надо начинать с больше 4 капсул. Так как я принимаю соду вовнутрь, то, вот, кстати, сода Франсьер, я ее постоянно заказываю себе и просят меня заказать. Так как я принимаю соду, у меня каждое утро, в принципе, все хорошо с очищением. Сода, она защелачивает организм, принимаю разными методами, экспериментирую, потому что появилась информация, что ее не надо заливать кипятком. Ну, то есть мы ее заливаем кипятком и потом пьем, разбавляем. Она как бы активируется таким образом, но я видела там, делали опыт, что, типа, соду заваривали кипятком, потом кипятили, она все равно шипит. И сделали вывод, что ее смысла нет. Они это называли гасить, но мы ее не гасим, мы ее активируем. Гасит кислота. Смысл в том, что соду вы можете гасить, можете не гасить, но лучше, конечно, ее залить небольшим количеством кипятка и долить холодной воды. И тогда она будет где-то 37-40 градусов. Ну, то есть температура должна быть теплая, как, например, человеческая температура тела. Чтобы сода прошла сразу в кишечник, чтобы она очищала организм, надо, чтобы у нее была температура где-то 37-40 градусов. Тогда она именно очищает организм, защелачивает. И когда вы ее заливаете кипятком, она активируется и доводится до нужного ПА. Такое железо, я его уже заказываю, несколько раз заказывала, или второй, или третий раз заказывала. Марка Дева называется. Веганское хилатное железо. 29 мг. И содержит еще витамин В12. Здесь В12-30 мкг. 500% дозировки дневной. И железо здесь 20 мг. 161% дозировки. Ну, по-моему, как раз 29 мг. Это где-то 21, по-моему, мг. Где-то дневная дозировка такая официальная. Ну, то есть нормально в день принимать. В12 здесь немножко много. Ну, у меня, в принципе, я ее не каждый день принимаю. Это железо мне понравилось очень. Вот так вот, здесь такие небольшие таблеточки. Одна таблеточка пьется, они не имеют никакого неприятного вкуса и запаха. Если кружится голова, а там не хватает этого железа, то во время обильных месячных тоже желательно, у кого обильные месячные, принимать тоже железо. И у него форма веганская тоже очень хорошо. Хилатное железо, оно хорошо усваивается. Есть там в разных формах. Я почувствовала хорошее действие. Оно повышает гемоглобин, видимо. Не проверяла анализы, не делала. Но по отзывам, очень хорошие отзывы. Те люди, которые исследуют свой организм постоянно, всякие анализы делают, они это подтверждают. Так что это моя повторная покупка. И я его стараюсь периодически принимать. Ну, стараюсь постоянно принимать, но уже какой-то промежуток времени я не принимала. По-моему, у меня закончилась оно недавно. И взяла пробник. Вот такой доктор Меркола. Это дорогая такая марка на Хирби. Я так поняла, она очень популярная в Америке. У них идет такая, как популяризация этой марки на телевидении. Магний L-трианат 145 миллиграмм в трех капсулах. Тут, наверное, надо дозировки большие пить. Две капсулы. Было в отзывах, что он хорошо успокоительный, имеет эффект и снотворный, если я не ошибаюсь. И его просто можно перед сном пить и хорошо вырубает. Кто плохо спит, можно выпить этот магний и заснуть. Такие 12 капсул. Вот такой у меня был обзор БАДов с посылки номер 1 за ноябрь. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео и подписываетесь на канал. И спасибо, что используете мой купон, который постоянно дает скидку 5%. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания. До свидания.